Схватить и удерживать в заложниках мать, это все равно, что забрать сердце этой семьи. В Чечне права человека соблюдаются только у одного человека, это у самого Кадырова. И если им кажется, что это люди забудут или им простят, ну нет, конечно, никогда в жизни. Кадырова можно только любить. Это долгое эхо этих войн. Мама, какая она. Если бы Чечня была бы такой же, так скажем, независимой, как Грузия, то Чечня была бы вот примерно такой же. Пошел к черту отсюда. Это такой российский холокост, где похитить человека, казнить его, убить, уничтожить, это что-то неважное. Это типичное средневековое пленение, где не соблюдаются законы, где местный царек решил взять в плен мать своего врага и таким вот образом давить на него. Естественно, сейчас они будут готовить, возможно, они будут готовить вот эту фальсификацию. И там будет как? Четверо сотрудников, которые говорят, да, она напала. И она. То есть четыре слова сотрудников заинтересованных против ее слова. И, возможно, ее тоже заставят написать явку с повинной, признательные показания. Неважно, какой статус правовой сейчас это имеет, у этого похитителя есть ресурсы и властные полномочия для того, чтобы написать любую бумагу и сказать, что это законно. Мама. Какая она? Ну, конечно, она в первую очередь жизнерадостная. Прям супер. Она боевая. Как мне кажется, если в Чечне и есть феминистки, то она точно феминистка. Она отстояла свою фамилию перед отцом. Да, мне кажется, от нее и у нас такой характер. Пока человек находится в Чечне, он не находится на свободе. Он в целом находится в концлагере. Это вот такое место там. Это такой российский холокост. Вот как я это называю. И другого названия у меня этому нет. И мама, и в целом наша семья уехала оттуда в 17-м году, потому что нам угрожала опасность. И нам эту опасность озвучивал лично Кадыров. Итак, мы ждали брата с утра до обеда, с обеда до вечера, с вечера до ночи. И ночью мама закрывалась в ванной, включала воду и рыдала, чтобы никто не слышал. Это все было тяжело. Длилось это полгода. И в 16-м году уже вернули брата. И, как казалось, он был в подвалах Собра Терек. Сейчас это Собра Ахмат. И там его систематически пытали, морили голодом, били током, избивали. Он рассказал, что там были еще другие люди, которые юридически мертвы. То есть на них есть документы, что они мертвы, свидетельства о смерти. Но фактически они живые. Наступает потом 17-й год. И, как оказалось, Ибрагим опять завел такой же паблик, находясь там же, с того же компьютера. И история повторилась. Но теперь она повторилась с возбуждением уголовного дела в отношении него. Понятное дело, что возбудить уголовное дело в связи с ненавистью к Кадырову было невозможно. Поэтому они сфальсифицировали материал уголовного дела, что это была ненависть к российским военным, к российским солдатам. Наступает уже начало 20-го года, в январе. И его отпускают, потому что Путин, президент России, он декриминализировал статью, по которой его обвиняли. Похитить человека, казнить его, убить, уничтожить это что-то... Что-то неважное, что-то обычное, в этом нет никакой ценности. Потому что все это перетекает еще из войны. Когда ты вырос и видел, и для тебя было нормально, что ты идешь в школу, а перед этим у тебя ночью под окном были перестрелки, взрывы, ты выходишь, идешь и по дороге видишь, там где-то лежат трупы, мозги, кишки, и ты идешь, ну и относишься к этому как к чему-то нормальному. Мир, женщина! Мир, женщина! Стало нормальным, когда ребенок теряет в, не знаю, в 7 лет ноги. Нормальным стало, что дети остаются сиротами, женщины остаются вдовами, что похищают ночью на батаэрах людей, а утром приносят уже вскипяченный труп, которого кипятили реально в кипятке. И этих случаев у нас соседа так, с соседом такое сделали. Ты ребенок, ты это видишь, и у тебя же мозг это все поглощает, и он поглощает это так, что это нормально. Это такой мир. А потом ты смотришь телек, видишь какие-нибудь фильмы, где прекрасная жизнь, и думаешь, ну это, как сказал Писков, фантастика. Это невозможно. И нас это точно не ждет. Типа такого отношения было. Ну вот это улица Маяковского. Тут в основном у нас в детстве ездили танки и БТР. И эту улицу нужно было пересекать. Она вообще была очень длинная. Ну вот, там 6 полос. И там дальше нужно идти до 48-й школы. Тут, кстати, тогда было много всяких больших, огромных баллонов с бензином. И их продавали. Продавали дети в том числе. И вот, кстати, вот в этом доме, в одном из этих домов так федералы убили детей, потому что были пьяные. И так вот отобрали у них бензин, который они продавали. Вот, вот Тавадская улица, где тут вот этот наш дом. И вот зеленая точка, огромная, большая такая. Это дерево абрикос, которое я посадил еще, когда мне было лет 9. И вот оно так вымахало очень сильно. Мы там гуляли, проводили время с друзьями. Много драк было, что на этой улице, что вот на этом поле собирались много раз. Играли в войнушки. Вот этот дом, где родилась мама. Вот оттуда, кстати, тоже у меня родственников похищали и похищают, как когда могут. Все здесь, и это все родное. Это долгое эхо этих войн. Просто по наследству от федеральных войск, вот те преступления, которые они совершали там, они перешли по правоприемству кадыровцам. Они просто это продолжают. В голове у Гадырова есть свой мир. В этом мире прекрасно сосуществуют, непонятно как для меня лично, но прекрасно сосуществуют светское законодательство, шариат, адаты и криминальные понятия. Когда ему удобно, он пехотидец Путина, он генерал России и так далее, все у нас по закону, и на инаугурации он клянется, что будет соблюдать Конституцию. Когда ему выгодно объявить кровную месть, он все, он и шариат очень любит, и чеченские адаты очень любит, и использует их для того, чтобы похищать женщин, беременных, детей похищать. А когда ничто из этого не соответствует, тут уже вступают какие-то там криминальные понятия, когда он выступает у себя же в Инстаграме как какое-то быдло, и начинает говорить какие-то слова, не связанные через оскорбление и маты. Я найду тебя, да, и мы посмотрим, да, кто из нас шайтан. Мотив вообще, в целом мотив и цель, это установить величие Кадырова, его семьи и установить имя его отца в качестве чего-то самого святого, почти как религия, как субрелигия, то есть как течение исламское внутри чеченского общества. Мол, путь Ахмада Хаджи Кадырова, они же там, заела эта пластинка, Ахмад Сила, оно же так похоже на Хайль Гитлер. Тоже смысл-то, тот же, смысловая нагрузка та же самая. В зоне риска даже, на самом деле, его родственники, то есть того же Кадырова. В Чечне права человека соблюдаются только у одного человека, это у самого Кадырова. В зоне риска даже тот же упачи Чечни, там, Салтаев, да, тот же Магомед Даудов. Все эти люди, они в зоне риска, они были в зоне риска, их тоже пытали, их тоже сажали там в подвалы, об этом информация тоже есть. Все эти министры, над ними тоже издеваются. И не издеваются только над одним человеком. Это вот самый один Кадыров. Говорить про протест сложно. Протест, он возможен всегда. Протест, он... Что-то произошло просто незначительное, и все, мировая война. Точка кипения, она вырастает до какого-то пика, и непонятно, когда это произойдет. Вот непонятно, сколько должен людей съесть Кадыров для того, чтобы произошел этот протест. Ну, например, он может съесть 10, может съесть 100, может съесть 1000, и этого недостаточно. А вот произойдет такое вот, например, 1323, и все. И он думал, ну, это же какой-то 1023 человек, которого я убиваю и ем. Ну, и что? Ну, что это произойдет? И он не ожидал. Но вот это могло бы стать именно включателем этого протеста. Просто я не знаю, что будут делать те люди, которые сегодня творят эти бесчинства против своих. тех же людей. Они же питаются своими же братьями и сестрами, своими же матерями. То, что они сегодня делают, это они делают сами с собой, своими руками. Это как, я не знаю, себе глаза выкалывать, себя бить током. И если им кажется, что это люди забудут, или им простят, ну, нет, конечно, никогда в жизни. История циклична, особенно история Чечни циклична с этими постоянными войнами. И я пока не знаю кровников, либо тех преступников, которые, совершая поступления, получая наслаждение от этого, чтобы их прощали. И там такой же конец ждёт, чего я на самом деле не хочу. Лично моё мнение, это вот, если будет такая возможность выбирать, по какому пути идти дальше, мстить, или же прибегать к правовым методам наказания, то я выбрал бы правовый метод наказания, потому что это был бы новый путь развития, новый виток, чтобы мы ушли от этого цикла, круга, где за насилие идёт насилие, за насилие идёт насилие через месть. Грузию обожаю. Она мне очень напоминает Чечню на самом деле, потому что, как мне кажется, если бы Чечня была бы такая же независимая, как Грузия, то Чечня была бы вот примерно такой же. И люди, скорее всего, были бы там такие же. Ну, то есть, я тут быстро нашёл друзей местных, прям совсем. И все такие добрые, радушные, хотят помочь. тут только не смотря на всё это. И тут находиться, мне говорят, небезопасно. Хотя я сам-то это не чувствую. Я сам чувствую, что я в убежище. Но послушаюсь тех, кто знает лучше. Придётся уехать хотя бы на время. Но это не значит, что я прощаюсь с Грузией. Субтитры создавал DimaTorzok